Вау! 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 Что такое в холодной воде? Ну, это нужно один раз попробовать, чтобы понять, что когда температура минус 2 градуса, это холодно. С непривычки, когда незащищённая часть тела, которую нельзя защитить, это лицо погружается в эту воду, это как ожог. И с непривычки очень чувствительные. Но обычно всё это происходит... Юля прибегала вот куда девушка, это первый фридайвер, который вообще придумал нырять подо льдом. Она первая придумала поехать на... ну ну который нырял у нас в стране на Белом море, да? И ну, соответственно, после этого это вошло в традицию. Вот мы открыли в этом году... в прошлом году открыли историю байкальских погружений под лёд на Фри. но всё это, с одной стороны, холодно, с другой стороны, там всегда есть тепло рядом. То есть, есть возможность в тепле одеться, потому что одеваешься с помощью... я считал твой пост смогли пробить полоску на минус пять и я пошёл первым, а Пусть вообще задубил. Дима, я пока рассказываю, как это должно быть. То есть, должно быть тепло для того, чтобы это тепло было сохранено, и чтобы ты мог какое-то определённое время в этой холодной воде пробыть, потому что мокрые костюмы — это просто неопрен, который, ну, на какое-то время, в зависимости от толщины тебя от этой воды охраняет. Дальше всё равно ты начинаешь замерзать. Андрей, сколько миллиметров костюм? Ну, Костя нырял в шести миллиметровом, в пяти миллиметровом. Я нырял в семи миллиметровом. Ну, сколько заложить? Я тебе сказал... Вот и на Белом море, и на Байкале там всегда рядом есть тепло. То есть, ты только в воде замерзаешь, ты выбегаешь в тепло абсолютно такую палатку. Там можешь греть сколько угодно, там можно растопить до температуры вазы. И согреваешься, это очень хорошо. Вот в тех условиях, в которые мы попали, мы... На улице была температура минус 25, в тот момент, в тот момент, палатку мы растопили до температуры минус 5. Минус 5, вот я вот четко помню. Да, причем... Причем растопили мы ее за счет сжигания каких-то жутко-ядовитых жидкостей, в которых... если бы коньяка. На самом деле, я в какой-то момент даже не знал, где лучше находиться, в минус 25 или в минус 5, потому что ты захочешь дышать невозможно абсолютно. То есть, кислорода нет. В общем, по-черному топили просто. По-черному топили? По-черному. Какими-то горелками там, бензинами горелками. Газ замерзал. А, газ просто не топили, просто замерзал. А мы чем-то обмазывали, как газ в прессе. Сколько это кризис будет шире. Это, наверное, хорошо, когда сверху есть какая-то теплая одежда. Нет, нет, нет. Вот это именно открытые участки тела. На Чукотке охотник всегда в кармане медвежий жир. Да. Я думаю, когда сверху сверху костюм, который все равно максимально прилипает, то есть этот жир, он сразу спасать не будет никак. Это открытые участки тела. В смысле? В итоге, к тому моменту, когда нам нужно было нырять, мы уже замерзли. Потому что мы пробовали одевать вот эти костюмы без воды, с помощью талька, но у нас ничего не получилось, поэтому мы все равно одевались с помощью вот этой воды, которая горячей не была. В общем, в итоге мы оделись, не успеет. Я уже замерз. Правда. Я думаю, что... Я уже замерз. Я тоже купил новые перчатки, как ОКО решил, что они лучше. и... Ну, отдельная история. В итоге я их тоже менял. То есть замерз на стадии одевания. Ну, да. Уже жарко не было. Вошли в воду. Значит, я... Там согрелется. Сейчас... Сейчас торжественный момент. Я стал первым фридайвером в мире, нырнувшим в точке Северного полюса. АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А я бы тоже так сделал, знаешь, чтобы... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я тоже... Я тоже... Я тоже... Я тоже... Я тоже... По-нормальному. Я тоже был это сделать, потому что через пять минут моя слава закончится. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, первый фридайвер, он никакой. Гагарина есть Гагарин. Я второй. Я нырял первый. У меня был... А вы как? У нас есть как-либо? Нет. Нет, нет. Нет, нет, нет. Это было пропусно, ну, потому что после того, как Костя должен был нырнуть на ту глубину, которую он нырнул, он меня уже вряд ли смог страховать. Шансов было очень мало. Шансов было очень мало. Ну, нет. Шансов было вообще шансов. А почему ты мечтал? В итоге... Это было отработано еще на Белом море, когда мы тренировались. Я нырял первым. У меня было разнырочное погружение. И вот в это разнырочное погружение, когда я окунулся, и вот то, что я там увидел, это было что-то просто невероятное. Я не ожидал, хотя я до этого... А я может отдавить? Нет, конечно. Это просто детский метод. Да, это детский метод, потому что видимость ветров 60. И, соответственно, чем глубже ты опускаешься, тем у тебя больше становится обзор. И вот это... Вот эти льды невероятного цвета, вот эти все нагромождения, сочетание вот этих пятен цветовых, это что-то просто было невероятное. То есть заводят ничего не надо. Там все, да. Неописуемо. Значит, у меня сразу, вот после разнырочного, у меня сразу в голове мысли. Ну, во-первых, я хотел, наверное, поглубже. Думал, нахрен это нужно, надо оставить силы, чтобы, во-первых, хотя бы отстраховать Костю, а во-вторых, что-то пофотографировать, потому что, ну, просто, просто очень хочется. Поэтому глубину вообще оставил как-то на потом. Нет, ну, с другой стороны, надо же как-то нырнуть хоть как-то. Хоть как-то. Ну, в итоге я пошел, мне легко нырялось. До этого у меня подлёдный рекорд был 33 метра. Я в это поружение сделаю 34, это мой подводный рекорд. Браво! Олег, Олег, скажи, пожалуйста, вот верёвочка на какую глубину вниз уходила, и сколько груза, килограммов надо было, чтобы она вот так висела вниз соответственно веревочка уходила вниз на 65 метров я сейчас даю а кто-нибудь коснулся груза как потом вы ее веревку вынимали вот сейчас уже практически все на этом у меня нырялось легко я в принципе мог конечно разнуть поглубже но вот вот эти все мысли которые у меня в голове были они я решил что надо поберечь силу для чего-то другого но вот как получилось так получилось я вышел вышел легко то есть у меня резерв был еще очень большой запас запас но в такой момент уже правда уже замерз дальше нырял костюм недалеко может ты расскажешь ну мы выбрали такой формат погружения фридайверс как я понимаю здесь не так много людей которые ныряет задержка дыхания когда человек уходит вдоль троса с ластами троса мы фактически сделали сымитировали соревновательный формат погружения в дисциплине постоянный вес ласта была натянута веревка она была установлена ровно на 65 метров там на дне веревки стоял такой белый круг белый диск специальная площадка на этом диске висели теги это такие карточки белые которые но на резиночках на таких были прикреплены фридайвер погружается вниз вдоль этой веревки самым прицеплен к основной веревки им лайнером металлическим метровым примерно метровой длины лайн-ярдом вот он уходит вниз если он достигает глубины дна он срывает эту бирку как доказательство того что он нырнул туда и после этого поднимается от бирка наверх ну в общем вот такой формат у нас был ну мы сразу поставили грузы на 65 метров а Андрей нырял на столько на сколько ему бы захотелось нырнуть а я планировал нырнуть настолько на сколько надо значит страхует фридайвера который ныряет на глубину другой фридайвер второй фридайвер встречает его на глубине примерно 10-15 метров в этом диапазоне потому что эта глубина для фридайвера самая опасная на всплытии когда уже гипоксия довольно сильная кислорода мало там ноги устали мышцы устали здесь есть вероятность потери сознания в результате падения парциального давления газов в легких из-за того что легкие расширяются вот поэтому на глубине никого нет на глубине от их один наверху тебя встречает другой фридайвер второй страхующий на поверхности на льду у нас на ванне вот так организовано собственно само погружение костюмы спрашивали там какие были костюм почему именно такие Андрей нырял в 7 миллиметровом костюме я нырял в 5 миллиметровом костюме просто ну нужно понимать холодную воду с одной стороны связано с очень сильным переохлаждением и нужен конечно бы костюм бы потолще но с другой стороны те кто ныряют в глубину нужно понимать что вот эта дисциплина постоянный вес она называется постоянный вес смысл в том что человек уходит под воду за соль за счет за счет своих собственных сил и поднимается за счет собственных сил если он берет с собой какую-то груз груз то он его должен поднять на поверхность да чем толще костюм ты берешь тем сильнее он сожмёт на глубине и тем больше работы тебе нужно быть совершить то чтобы поднять этот груз до поверхности поэтому на 7-миллиметровый костюм ну в среднем нужно примерно 6-7 килограмм чтобы была нейтральная плавучесть в зоне 10 метров у фридайверов так принято что верхние вот эти вот 10 метров это зона положительной плавучести то есть самая опасная зона человек должен находиться в положительной плавучести чтобы если даже ты потерял сознание тебя вынесло на поверхность и поэтому для 7-миллиметрового костюма примерно для морской воды это 78 килограмм поднимать 78 килограмм там 60 70 80 метров очень тяжело просто реально это очень тяжелая физическая работа такая ну я бы ее описал как с хорошей такой тренировкой со штангой спортзале для ног то есть вот после обычно ну я ныряю глубже в теплой воде после соревнований каких-нибудь когда я ныряю на глубину там 80 плюс метров целый день ощущение такие что куда ты ныряешь в смысле куда ну максимальная глубина 85 метров да у меня моя максимальная глубина 85 метров да у меня моя максимальная глубина 85 метров а? или отдыхаем? можно но это другая дисциплина это не так интересно можно про деплайсмент сделай 85 метров во время сколько? костюм чьей фирмы был у тебя? чем надо рекламу не надо грязи они мне ничего не платили зачем я буду про них рассказывать не говори вы можете молчить но никто же не говорит нет но для фридайлинга есть несколько фирм которые выпускают очень хорошие костюмы которые пользуются в зависимости от того ну что человеку больше нравится мне больше всего нравится итальянцы делают которые костюмы Элиос фирмы Элиос ну она Элиос Сап называется я пользуюсь этими костюмами у меня был там не самый выдающийся костюм а у них Ямамото? у них разные неопрены я пользуюсь в последнее время неопренами Дайваба мне нравится вот эта фирма он очень эластичный при этом не очень сильно эгрессируется значит у меня был тоже костюм из Дайваба неопрена он был с покрытием снаружи то есть ну это был такой минус он уменьшает немножко ухудшает гидродинамику и скольжение он в фазе падения с нейлоном снаружи но он более такой прочный я его покупал там не специально под этот проект поэтому ну вот я его использовал поскольку 65 ну не максимальная глубина ну то есть для холодной воды там у меня это предельная наверное глубина сейчас ну для теплой воды непредельная поэтому я его пользуюсь таким 85 метров сколько времени? 85 метров у меня в последний раз в окружении занималось 3.16 по-моему какой-то такой я сейчас точно не помню да, ребята, все вопросы дальше